В июне этого года произошла катастрофа, унесшая жизнь пяти человек. По сравнению с другими трагическими событиями войны в Украине, эта новость тогда затерялась в потоке информации, но потом все равно обратила на себя внимание. Смерть пакистанского миллиардера и известных людей, халатность и опасная самоуверенность не оставили равнодушными многих. Мы увидели в этом событии духовный смысл и истину, записанную апостолом Павлом в первом послании к Тимофею, а также предупреждением самого Иисуса Христа. Можно сказать, что эта катастрофа напрямую связана с одним человеком и его, к сожалению, искаженным пониманием реального состояния дел. Конечно, просто делать выводы о свершившемся факте. Но эта трагедия служит иллюстрацией опасности игнорирования истины. Рассмотрим подробнее эту ситуацию и этого человека. Основатель и гендиректор компании OceanGate Richard Stockton Rush имел техническое и бизнес-образование. Как инженер аэрокосмической промышленности он создал экспериментальный самолет Gliss Air 3, которым сам управлял как пилот. Компания глубоководного туризма OceanGate была основана 14 лет назад. Были созданы такие аппараты для подводного плавания, как Циклон-1 и затем Титан. Подводные туристы перед погружением должны были подписать документ, в котором в частности было указано, что Титан – это экспериментальное судно, которое не было одобрено или сертифицировано каким-либо регулирующим органом и может привести к физическим травмам, инвалидности, эмоциональной травме или смерти. Это судно не проходило сертификации, то есть всесторонней проверки на сопротивляемость материалам огромной нагрузки. В данном случае такой обход правил безопасности не считался преступлением, а наоборот возводился в достоинство. Это подобно тому, что мир приветствует сопротивление и игнорирование Христовой истины. Любой обход безопасных правил сейчас может превозноситься журналистами. В 2019 году Стоктона Раша называли «смелый изобретатель» из-за того, что Раш говорил о законе безопасности судов. Этот закон без необходимости ставит безопасность пассажиров выше коммерческих инноваций. Также Раш публично говорил, в какой-то момент безопасность просто становится пустой тратой времени. Если вы хотите быть в безопасности, не вставайте с постели, не садитесь в машину, не делайте ничего. И еще, отраслевые стандарты подавляют инновации. Как пример жизни Стоктона Раша может быть связан с духовной истиной? В шестой главе первого послания Тимофею говорится об опасности уклонения от веры, что приводит ко многим скорбям. В частности, говорится, что причиной этого уклонения служит зависимость от церебролюбия. Можно сказать, что уклонение от веры – это вера в ложь. Если желание обогащаться занимает наше время, мысли и планы, то места для поиска самого важного, то есть Царства Божьего, времени просто не будет. И здесь мы не говорим о миллиардах или миллионерах, миллиардерах. Обычное желание – обогащение, призрачное, быстрое и разрекламированное – может завладеть мыслями и отвлечь от самого важного. Можно сказать, что Стоктон Раш уклонился от важности безопасности ради призрачного и обманчивого понятия «инновация» и возможности легкой прибыли. Уклонение от веры – это вера в ложь. Как вы знаете, 18 июня 2023 года глубоководный аппарат с пятью пассажирами был раздавлен огромным давлением воды, в результате чего погибли все пассажиры. Среди них был сам Стоктон Раш, авантюрист и пилот аппарата Поль Андрей Наржоле, пакистанский миллиардер Шахзада Давуд и его сын Сулейман Давуд и британский бизнесмен Хамиш Хардинг, который был до этого космическим туристом и погружался на дно Марианской впадины. Некоторые соотносят трагические обстоятельства гибели этого аппарата, а также лайнера «Титаник» с тем, что они были названы в честь сильных божеств-великанов греческой мифологии. Возможно, причина и в этом, но слово «титан» или «титанический» уже стало нарицательным и используется в повседневном общении. Подобно этому, американский космический корабль для лунной программы был назван «Аполлон» в честь греческого бога света. Катастроф с участием этих кораблей не было, за исключением проблемы с «Аполлон-13». Все пассажиры аппарата «Титан» хотели что-то получить или приобрести от этого необычного путешествия в глубину океана. Раш хотел своим примером вселить уверенность для всех путешественников в безопасности погружения. При благополучном исходе он бы приобрел большой поток богатых подводных туристов. Поль Анри Наржалея наверняка хотел приобрести большую известность для разных личных целей. Шахзат Давуд с восторгом хотел посмотреть на легендарный «Титаник». Это было бы приобретением особого впечатления. Его сын Сулейман Давуд не хотел погружаться, но сделал это из-за любви и уважения к отцу. Возможно, он также хотел приобрести определенный опыт борьбы со страхами. Хамиш Хардинг хотел иметь еще одно приобретение в свою коллекцию необычных путешествий наряду с другими предыдущими. Они желали приобрести что-то значимое и великое для своего бизнеса или просто жизненного опыта. Апостол Павел писал Тимофею, «Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир явно, что ничего не можем и вынести из него. Богобоязненная жизнь и довольство тем, что имеешь, является великим приобретением. Это никто не может забрать, и это никогда не обесценится». Отвергнув же это, можно легко поддастся яркому погибельному влиянию лжи и потерпеть самую ужасную катастрофу в своей жизни. Неслучайно апостол Павел говорит, что отвергая веру и добрую совесть, можно потерпеть кораблекрушение в вере. Наша жизнь – это настоящая битва за истину. В этой битве есть заповедь, которая важнее расчетов сопротивления материалов. Это заповедь служения друг другу в любви. Это нормативное повеление действует всегда, и его игнорирование приведет к неизменной трагедии. Ведь истина Христа – это единственный путь не просто к безопасности, а к спасению. Все остальные идеи, как бы они ни выглядели, не важны, так как отвлекают от истины. Неглупые и даже талантливые и достойные люди поверили в безопасное и интересное погружение, которое в итоге привело их к смерти. Но не смерть страшна для человека, а погибель или отсутствие спасения во Христе для вечной жизни. Иисус, говоря о жертвах Пилата и падения Силамской башни, указывал, что те не были грешнее всех галилеян и виновнее всех в Иерусалиме, но предупредил, если не покаетесь, все так же погибнете. Были ли пассажиры Титана грешнее остальных людей? Нет. Мы можем верить в истину для спасения. Но можем занимать свое время перспективами легкого обогащения, земной славы и желанием разнообразной власти. Никакое приобретение не будет великим по сравнению с благочестием и довольством. Это мы приобрели во Христе и должны взращивать в своей жизни. Поэтому в том числе в контексте этой истории будем со страхом и трепетом совершать свое спасение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова